Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и день-два буквально остался до выхода дополнения Rise and Fall. Несколько часов назад мы узнали о последней нации, которая будет в этом дополнении, поэтому я делаю вторую часть обзора новых цивилизаций. Ссылка на первую часть появляется в верхнем правом углу, либо ищите ее в описании к этому видео. Из оставшихся четырех цивилизаций, конечно, больше всего меня удивила Грузия и порадовала, порадовала. Это вторая после России страна бывшего СССР, которая представлена в серии игр «Цивилизация». Я, правда, ставил на Армению, но прямо скажем, Грузия тоже ничего. Древняя нация со своим собственным алфавитом, с оригинальной самобытной культурой, так что всех грузин, которые смотрят мой канал, я с выбором Фераксис поздравляю. И тут вообще не вызывает никаких вопросов выбор лидера, причем лидера женщину. Царица Тамара известна не только в Грузии, но и далеко за ее пределами. Если меня спросят, каких ты знаешь правителей Грузии, я кроме Саакашвили и Шеварнадзе, естественно, назову именно Тамару. И думаю, никто из грузин совершенно не расстроен, что эту царицу из династии Багратионов, период правления которой Грузия пережила золотой век, Фераксис выбрал на роль правителя Грузии. Ну а теперь к особенностям нации. Способность Тамары называется «Слава мира, королевства и веры». Дает плюс 100% веры в течение 10 ходов после объявления защитной войны. При этом каждый посол, отправленный в города-государства, в которых преобладает ваша религия, будет считаться за два посла. Но правда, при этом у вас должна быть своя религия все-таки. Грузинская способность нации называется «Сила в единстве». При выборе бонусов за стремление, ну я не знаю конкретно, как будет «dedication» переводиться, поэтому не уверен в слове «стремление», но в любом случае в начале золотого века вы будете получать бонусы к очкам эры, как будто это обычная эра, а не золотой век. Просто при золотом веке вы меньше очков получаете, чем при нормальном, либо темных веках. Но это новая механика, поэтому я не думаю, что сейчас вам на слух еще понятно, что я имею в виду. Уникальное здание Грузии называется «Цехе» и заменяет стены эпохи Возрождения. Стоит меньше в производстве и дает плюс 3 веры. Не очень удачное здание, по-моему, потому что сначала надо древние стены построить, только потом стены Возрождения. И обычные игроки ими пренебрегают, ну посмотрим, а вдруг зайдет. И, наконец, уникальный юнит «Хефсуретти». Открывается он в социальной технологии «Оборонительная тактика», то бишь в античности довольно быстро. Получает плюс 7 к силе на холмах, при этом игнорирует штраф за перемещение по холмам. И, в принципе, никакой юнит не заменяет, но появляется во времена мечников и пикинеров. И в некотором роде чем-то похож на минитменов американских из пятой цивилизации. Но по сравнению с другими юнитами новых наций, не думаю, что «Хефсуретти» слишком уж силен. В общем, Грузия выглядит этаким середнячком, по-моему. Следующая цивилизация — Шотландия, а возглавляет ее Роберт I Брюс. Конечно, будет интересно, на самом деле, например, сыграть дуэльку в Шотландии-Англии или вообще видеть столкновение этих государств в Циве. И тут у меня тоже, в принципе, претензий нет. Поэтому Шотландия — достойная нация, древняя, и давно надо было представить ее в серии цивилизации. Способность лидера называется Беннекберн. Затрудняюсь с переводом. Вы можете объявить войну за освобождение после того, как откроете цивик-защитная тактика. Во время подобной войны Шотландия получит плюс 100% производства и плюс 2 к перемещению в первые 10 ходов. Но я так понимаю, это все на стандартной скорости. Очень-очень неплохой бонус, при том, что в отличие от Австралии, тут вы не зависите от того, чтобы вам кто-то войну объявил. Тут вы сами объявляете войну и получаете этот бонус. Уникальная способность нации называется «Шотландское просвещение». Счастливые города получают дополнительно плюс 5% к науке и плюс 5% к производству. А также генерируют плюс 1 очко великого ученого за каждый кампус и плюс 1 очко великого инженера за каждую индустриальную зону. Если же города в экстазе, то все эти бонусы удваиваются. Тоже замечательная способность, по-моему. Уникальное улучшение Шотландии называется «Поле для гольфа». Очень необычное открывается в социальной технологии «Реформация». Это улучшение дает счастье, то бишь удобство и золото, плюс дополнительную культуру за соседство развлекательного района с центром. Правда, всего одно поле для гольфа вы можете построить в каждом городе. И, наконец, уникальный юнит. Тут ничего удивительного. Горец! Он должен остаться только один. Нет, конечно, заменяет рейнджеров, то бишь в горцев можно апгрейдить ваших скаутов и получает плюс 5 ксили на холмах и в лесах. Не скажу, что прям супер-пупер юнит, но явно его можно в больших ситуациях использовать, чем уникальный юнит Грузии. Следующая новая нация – очередные индейцы. Мапучи. Буквально люди земли. В некотором смысле их можно считать индейцы-заменителями инков, потому что это индейский народ, живущий в Чили и Аргентине. Несомненно, инки – более интересная цивилизация, а Мапучи в первую очередь известны тем, что это единственный индейский народ в Южной Америке, который не был завоеван ни инками, ни испанцами. Лидером Мапучи в дополнение Райзенфолл станет Лаутаро, и его способность называется «быстрый сокол». Если юнит Мапучи будет убит в границах вражеского города, то этот город потеряет 20 лояльности. Способность нации Мапучи называется «такуи». Все юниты, созданные в городах, в которых есть губернаторы, получают на 25% больше опыта в боях, а также плюс 10 силы против цивилизаций, в которых идет «золотой век». Так что опасайтесь запускать «золотой век», если у вас в соседях Мапучи. Уникальное улучшение Мапучи называется «Чемамуль». Оно дает культуру в зависимости от привлекательности тайла, на котором построено, а позже еще начинает давать и туризм. Ну а уникальный юнит – всадник Малон. Он получает силу, если находится рядом с дружественной территорией, и требует меньше очков передвижения при разграблении, улучшении или района. На мой взгляд, Мапучи – не очень понятная нация, не совсем понятно, упор на что дают ее бонусы, но опять же, надо сначала за нее поиграть, чтобы делать выводы. И, наконец, последняя цивилизация, которую анонсировали, и которая появится в дополнении «Райзен Фолл», это наши любимые золусы по предводительствам «Шаки», или в некоторых переводах «Чаки». Этих черных ребят нет нужды долго представлять, сразу к особенностям. Способность «Шаки» называется «Амабуто». Он может создавать корпуса и армии раньше, чем все остальные. Так, корпуса создаются при открытии цивика-наемники, а армии – при открытии цивика-национализм. Кроме того, и корпуса, и армии получают еще и плюс 5 к силе дополнительно. Способность золузов называется «Изибонго». Города, в которых есть гарнизоны, получают плюс 3 лояльности за ход. А если это армия или корпус, то аж плюс 5. При этом, если ваш юнит, одиночный юнит, захватывает город, то он сразу превращается в корпус или армию, в зависимости от того, какой цивик открыт. Правда, если никакого цивика не открыто, то он, соответственно, ни в корпус, ни в армию не превратится. Уникальный район золусов, как и в пятерке, называется «Иканда». Он заменяет, не поверите, военный лагерь. И ко всем бонусам военного лагеря еще и дает плюс 1 жилье. Кроме того, в «Иканде» быстрее строятся корпуса и армии. Правда, пока непонятно, насколько быстрее. С другой стороны, в «Иканде» можно строить корпуса и армии без строительства необходимых зданий. Ну и, наконец, уникальный юнит, опять знакомый вам по пятерке, «Импи». Заменяет опять пикинера. Получает бонус за атаку с фланга. Меньше стоит в производстве и меньше в содержании. А также быстрее набирает очки опыта. К тому же, они двигаются на 3 клетки вместо 2, как обычные пикинеры. В общем, золусы выглядят как машина войны. И, честно говоря, не очень понятно, как ей можно противостоять. В прошлом видео мне пеняли, что я не рассказал об исторических повестках новых лидеров. Но, по-моему, в шестой циве компьютеры эти исторические повестки очень фигово используют. И на них не особо обращаешь внимание. Тем не менее, раз хотите, давайте уточню. Итак, Тамара, Грузия, любит строить стены и уважает тех, кто делает то же самое. Роберт I Брюс не атакует соседей, которые его не предавали. И любит тех, кто не воюет со своими соседями. И, наоборот, не любит тех, кто воюет с соседями. Лаутаро Мапуче пытается создать самую высокую лояльность. И не любит цивилизации, жители которых имеют низкую лояльность. Ну и, соответственно, любит тех, у кого лояльность высокая. И, наконец, Шака любит тех, у кого есть корпуса и армии. И не любит тех, у кого их нет. На этом все. Скоро дополнение выходит. Я вам рекомендую перейти к первому видео и посмотреть в комментариях, какой вы давали прогноз о том, какие нации в этом дополнении появятся. Итоговый список таков. Корея, Монголия, Нидерланды, Кри, Грузия, Шотландия, Макуче и Зулусы. Я, кстати, послушал свой прогноз. Я угадал только монголов. Все остальные семь наций мимо меня. На этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Играйте в умные игры. И, конечно, я вам буду показывать дополнение Ryzenfall. Спасибо, что засорили до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы засорили до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.